Ходить без боли. 11-летняя София Кравченко нуждается в помощи. У ребенка врожденный сколиоз четвертой степени. Врачи предупредили, если в ближайшее время не прооперировать девочку, ее ждет паралич. Родители обратились за помощью Минздрава и к народным депутатам. Подробности в нашем сюжете. У Софии есть заветная мечта – научиться танцевать. Но у девочки сколиоз четвертой степени. Каждый шаг дается с огромным трудом и болью. Врачи говорят, если не принять кардинальные меры, вскоре ребенка ждет паралич. Моя дочерь София врожденный сколиоз, который прогрессирует с каждым годом. Начинается ущемление позвоночника и начинает отказывать ноги. То есть она все хуже и хуже ходит. Нужна срочная операция, так как ребенка может парализовать. Мама вспоминает, узнала о страшном диагнозе, когда дочери был один месяц. Родители выполняли все рекомендации медиков, но сколиоз только прогрессировал. А с января этого года девочке стало сложно передвигаться. София говорит, правая нога плохо слушается. Последовал вердикт врачей – медли с лечением больше нельзя. Сложную операцию на позвоночнике нужно делать за границей, а таких средств у родителей нет. Но мама не стала опускать руки и решила обратиться за помощью в Министерство здравоохранения и к народным депутатам. Для этого пришла вместе с Софией Верховную Раду. В Украине есть государственная программа лечения за кордоном. И очень много людей стоит в черте. Коста всегда не хватает. Иногда люди, которые уже потеряли надею, приходят к всем, кто знает и не знает, и просят помогать. Это особенный случай. Маленькая София, ей нужная операция уже горит. На 29-й год в ней заплановлено операционное втручание. Нардеп Сергей Рудык узнал об истории Софии недавно и решил помочь семье. Он взял на себя роль посредника между мамой и чиновниками. Как оказалось, ни Министерство здравоохранения, ни Ульяна Супрун не могут помочь девочке. Семью просят стать в общую очередь. Ждать минимум год. Такой срок – приговор для Софии. Очередь есть в Министерстве здравоохранения, но я слышала, что деньги не выплачиваются. У нас операция срочная. То есть 29 октября наша дождя госпитализации. И мы не можем ждать очень долго. То есть деньги нужны срочно. Тем временем возле Министерства здравоохранения вот уже месяц протестуют родственники тяжелобольных украинцев, которые нуждаются в срочном лечении за границей. В Украине не могут их спасти. Нужны решения Министерства. А выделять деньги чиновники не спешат. Депутаты крайне недовольны таким бездействием Минздрава. Отставки Ульяны Супрун с должности прямо с трибуны Верховной Рады потребовал лидер радикальной партии Олег Лешко. В третьем тысячелетии украинские дети помирают, потому что им вчасно не дали вакцину от кори. В третьем тысячелетии Украина бьет рекорды по эпидемии, туберкульозу, снеду, наркомании и других тяжких заболеваний. У вас под Министерством охраны здоровья, если вы не видите, почти месяц онкохворие, тяжкохворие люди живут, потому что они пытаются врятовать жизнь своих детей. Заваленные программы поставки леков на онкологию, цукровый диабет, ревматоидный артрит и другие хворобы. К счастью для Сонечки, среди народных депутатов нашелся меценат. Он пообещал профинансировать лечение девочки. Сегодня мы общались с представителями всех фракций, кто что мог помогать. Говорил с Супрун, говорил с Корчинськой Тетяной, которая у нас в Верховной Раде отдаёт эти вопросы. Ну и нашелся меценат, я не хочу там загадывать, но я сказал, что он эту операцию профинансирует полностью. Дай Бог, чтобы так и стало. Мы должны, как бы нам не было всем тяжело, помогать другим людям. Особенно тем, кто проживает в хворобах, которым нужно, в первую очередь, помочь. Соня ожидает несколько операций с поэтапным удлинением спинальной конструкции. Вы тоже можете помочь девочке. Реквизиты счёта её мамы на ваших экранах. Операции сложные и рискованные, но это единственный шанс на полноценную жизнь. Ольга Самарская, Иван Фоменко. Подробности телеканал Интер.